Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Railroad Corporation. В прошлый раз мы с вами прошли первую миссию в компании, по завершении которой нам с вами дали опыт в размере 1400 очков. И теперь мы с вами этот накопленный опыт можем потратить на разнообразные навыки. Здесь есть 4 основные ветки, это Geodesist, Engineer, Recruiter и Financiest. Geodesist нам может за 650 очков дать стоимость работы по прокладке путей в минус 5%, Engineer может нам удешевить исследование на 7%, Recruiter может уменьшить заработные платы наемных сотрудников на 10%, и Financiest может содержание локомотивов порезать на 7%, и содержание зданий тоже минус 7% за 450 очков опыта. Я думаю, мы с вами возьмем вот это обязательно. И дальше, смотрите, у нас открываются новые умения, скажем так, но мы можем выбирать любую ветку и там, допустим, что-то брать другое. Что у нас с вами здесь открылось? Давайте посмотрим. Содержание локомотива еще минус 7%, содержание зданий еще минус 7%, цена локомотива минус 5%, но я возьму на самом деле стоимость по прокладке путей минус 5%, это тоже пускай будет чуть подешевле у нас с вами, и также открываются дополнительные знания, которые мы с вами потом сможем взять. Здесь у нас, к сожалению, уже пока очков ни на что не хватает, поэтому, в общем-то, вот с такими вот навыками мы переходим к следующей миссии. Реальный бизнес. Мы успешно выполнили наш первый крупный заказ, и теперь пришло время заняться чем-то еще более масштабным. Помнишь, я говорил тебе об одном дельце на юге? Так вот, наша компания получила заказ на изготовление и доставку партии одежды в Атланту. Начнем мы из... Ноксвилля. Где есть швейная фабрика? Это не будет легкой задачей, поэтому найми несколько сотрудников в офис, которые помогут тебе в этом деле. Только не набирай, кого попало. Дармоеды в офисе нам не нужны. Компания им платит не за красивые глаза. И не стесняйся менять людей. Зачем держать человека без дела? Хотел бы... Хотел бы ты весь день сидеть за пустым столом и получать жалкое жалование? Скука смертная. То ли дело, когда ты на своем месте и занят чем-то интересным. Также купить скстильную фабрику, чтобы сэкономить наши деньги. Гораздо выгоднее производить и продавать свои товары, чем просто перепродавать. Вообще неплохо бы приобрести все предприятия, производственные цепочки одежды. Тогда все деньги с этих производств будут наши. Итак, начнем. Ну что же, вот она наша карта на эту миссию. И вот наш городок Нокс. Или откуда все и будет у нас сами начинаться. Здесь стоит наш офис. И главная станция, откуда будут выезжать все наши локомотивы, купленные, конечно же. Давайте смотреть, что по миссиям. Что по цели, точнее миссии, на сей раз у нас сами есть. Первая цель это создать отдел кадров в офисе. Для найма дополнительного персонала в офисе нужно создать отдел кадров. После этого на рынке труда будет возможность нанимать специалистов, которые смогут существенно оптимизировать работу. Опыт 100. Хорошо, и на этом сами дают 539 дней. И вторая миссия, точнее цель промышленная недвижимость. Приобрести текстильную фабрику. Вот, а это значит, что здесь все-таки можно приобретать недвижимость. И это круто. Мы сами сможем закупать, видимо, в городах уже имеющиеся построенные фабрики. И они будут нам приносить чистую прибыль. Или мы, скорее всего, не будем там закупать... Ну вот, допустим, да, швейная фабрика. Ее можно купить за 69 тысяч. То есть одежда, которую мы, по идее, здесь будем производить с вами, да, она стоит 20 тысяч за единицу. А так мы с вами будем бесплатно ее здесь получать. В общем-то, как-то так. Есть у меня такое предположение. Что ж. Хорошо. Промышленная недвижимость. Но приобрести нам с вами нужно что? Текстильная фабрика в городе Нешвиль или в Атланте? Нешвиль, на самом деле, находится вот здесь. Так, относительно нас, получается, наш город вот здесь. Нешвиль тут. А Атланта у нас находится где Атланта? Ой, это вообще... Жесть. Ну, сюда будет явно дороже, мне кажется, кататься. То есть, получается, у нас с вами здесь Атланта. В нее же... Так, стоите, Атланта. Ну да, далеко, далеко, получается. Две речки. Ну, ладно, может через одну, неважно. Еще горы, еще одна речка. В любом случае две речки, получается, да. Так что, скорее всего, будем соединять вот отсюда. Здесь у нас производство ткани будет, и здесь же мы с вами будем покупать текстильную фабрику, которая стоит, кстати говоря, 46 тысяч. Ну, дешевле, чем для одежки, конечно, но так или иначе, все равно. Так как нам с вами не нужно изначально, то есть, по этим миссиям нам с вами не нужно сейчас стремиться быстрее производить и продавать одежду именно, да. У нас некоторые другие миссии преследуются, в том числе купить прямо промышленность. Поэтому мы сначала должны с вами как-то нафармить деньжат. Что мы с вами можем сделать? Ну, давайте посмотрим, что требуется в нашем городе. В нашем городе требуется пшено, уголь, бревна и народ требуется. Здесь, в принципе, как раз-таки в доступности все есть. Уголь, бревна и зерно. Поэтому мы с вами можем сейчас за счет этого... Давайте, наверное, построим тогда сразу привязки какие-нибудь. Ну, начнем, наверное, с зерна. Не знаю, в принципе, здесь относительно недалеко от нас находится. Давайте сюда путь проложим какой-нибудь вот такой вот. Сколько это будет? Сколько нам это обойдется? 24 тысячи. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Давайте построим. У нас уже один локомотив есть, и пускай вот он такой вот любезный, весь хороший, катается как раз-таки сюда за зерном и привозит к нам в город. Я думаю... Сколько он может увезти? Интересно только. Так, три вагона он может увезти с собой. В принципе, что не дурно. Очень даже не дурно. И скорость у него будет 23 км в час. Нормально, нормально. Давай, вози сюда. Нет, разгружайся тут, собственно. Получается, обратно будешь порожняком кататься? Ну, что поделаешь. А, и, конечно же, до всего этого мы, добра, с вами сделаем здесь одно улучшение. Да, мы улучшим станцию и поставим здесь, конечно же, ремонтную мастерскую, чтобы поезда у нас, с вами, собственно, не ломались на пучах хотя бы. Вот, и теперь ты у нас, дружище, будешь кататься сюда, значит, за зерном. Здесь ты его выгружаешь. И плюс здесь ты еще, пока ты будешь ремонтироваться, все применяем. Пускаем первый маршрут. Вот он сейчас, по идее, выезжает отсюда. Будет за зерном заезжать. Сколько у нас зерно стоит, кстати? Зерно стоит по 800. А продавать мы его будем здесь поскольку? По 2860. Ну, 2000 с вагона зерна, в принципе, неплохо. Зерно также требуется и здесь, кстати говоря, в этом городе, да? Ну да, это тоже ближайший, получается, к нам город. Здесь зерно не требуется. Здесь будет производиться, кстати говоря, из зерна, мяса и кожи. И кожа нам нужна как раз-таки для производства ткани. То есть, в принципе, мы можем с вами такой, знаете, здесь путь наладить. Мы будем возить зерно сюда, а сюда увозить ткань. Ой, не ткань, а тут кожу. Вот, если бы здесь мясо еще нужно было, можно было бы вообще здорово сделать. То есть, мы бы с вами отсюда сразу убирали бы и мясо, и кожу, и возили бы это все дело сюда. Хм. Возможно, когда-нибудь так и сделаем. Так же здесь что у нас требуется? У нас требуется здесь бревна. Бревна с вами делается здесь, да? Производится. По 1000 стоят они, А продавать мы их будем по 3300. А уголь сколько у нас стоит? Уголь стоит 1200, а продавать мы его будем по 3900. Ну, кстати, неплохо тоже с углем. Но есть у меня такое подозрение, что уголь... Да вообще, за всем нужно будет сейчас следить, как оно будет здесь потребляться этим городом нашим замечательным. Поэтому, как бы, расслабляться не стоит. Здесь мы знаем, что деньги, они утекают только так. И получать их еще нужно по-нормальному здесь все построить. И смотреть за временем. Главное не опаздывать, потому что времени здесь тоже довольно, знаете, притык всегда хватает. Так что нужно это тоже все учитывать. Но у нас у меня еще 67 тысяч. Новые кадры. Так, создать отдел. Что у нас по бирже там? Стоимость исследований минус 40%. Угу. Угу. Зарплата в месяц 600. Ну, не знаю, нужно ли так это сильно. Кстати, нам бы с вами тоже построить еще отдел исследовательский. Неплохо было бы, да? Для исследований. Ну, ладно, с этим разберемся. Так, у нас поезд здесь загрузился, наш первый, смотрите. И везет пшеницу уже, зерно, точнее, в наш городок Ноксфельд. Хорошо, пускай везет. Мы тогда с вами, знаете, что еще сделаем? Я думаю, за углем сейчас поедем. Поедем сейчас за углем. И сделаю я пока есть возможность вот отсюда еще одну дорогу, чтобы они не скрещивались, как бы, чтобы они там не ждали, не тупили. И все вот это вот. Потихонечку, аккуратненько. Так, отсюда. Сколько это будет нам стоить? Сколько нам это обойдется? Это обойдется, в смысле, в 25 тысяч. Но мы можем себе это позволить. Давайте так и сделаем. Хорошо. Сразу наймем еще один локомотив, естественно. Покупаем. И ты, дружище, теперь, получается, ездишь у нас сюда за углем. Так, ты ездишь у нас за углем и сюда. Да нет, боже мой, локомотив-то дайте мне. Второй локомотив. Вот, ты у нас ездишь сюда за углем. Сколько ты можешь утащить за раз? Две порции, получается, да? Два вагона с углем. 26 км в час. Ну, давай. Давай, давай. Обратно будешь катиться сюда. Значит, здесь его разгружаешь. Разгружаешь и ремонтируешься также по КД. Посмотрим, как это нам будет приносить деньги и сколько нам будет приносить денег. Я думаю, что нормально. 34 тысяч у нас с вами еще остаются. В принципе, мы их, наверное, можем потратить на что-нибудь. Например, на улучшение нашего офиса. Давайте 10 тысяч потратим. И улучшим новый отдел. Ну, сразу два, наверное, поставим. Отдел кадров и вот этот вот отдел тоже. Пускай будет у нас с вами. Исследования также нужны. Так, одно знание мы с вами выполнили. У нас с вами еще остается 328 дней для того, чтобы накопить деньги. Для того, чтобы купить промышленность. А промышленность стоит не дешево. Я напомню, она стоит, сколько там вы смотрели с вами? 46 тысяч нужно накопить. Жесть. Жесть, чтобы купить добро. Да, все. Ну, ладно, посмотрим. Надеюсь, успеем. Итак. Отдел кадров. Вот, появился еще один человек, получается. Стоимость земляных работ минус 10%. Ну, и при этом вместе они тоже будут денежки сжирать, да? Стоимость исследования, кстати. Ну, может быть, давайте наймем его. А мы еще заплатим ему 1770 за переезд. Жесть, чувак. Ну, давайте наймем. Хорошо. Я думаю, нам с вами пригодится это дело. Давайте наймем. Минус 40%. И зайдем заодно в исследование. Здесь можно что-нибудь сразу улучшить тоже. У нас, в принципе, уже кое-что улучшено. А остается улучшить нам с вами срок службы, максимальную скорость и вот это вот все, да? Мощность всех локомотивов. Так, 2760-то стоит. Давайте максимальную скорость увеличим, я думаю. Пускай наши товарищи изучают. У нас, в принципе, 10 человек работает. Отдак это довольно быстро можно изучать, все 13 дней всего лишь. Смотрите, какая жесть. Клево. Хорошо, и будем так потихонечку тоже деньги туда вкладывать. Но, опять же, нужно не забывать, что, помимо всего прочего, деньги нужны еще и на выкуп предприятий. У нас на это все есть 300 дней всего лишь, на все. Но угли потихонечку здесь закупаются. Все это хорошо. Все производится. Все расходуется. Так, он уехал. Здесь заезжает с другой стороны сейчас с пшеном. И денег у нас получается уже с вами больше 10 тысяч. Неплохо, неплохо. Максимальная скорость у нас с вами улучшена. Замечательно. Что мы с вами можем еще потратить куда-нибудь? Давайте пока можем потратим. Давайте мощность всех локомотивов увеличим. Тоже максимальное количество человек сразу сюда запрягаем. Вот так, за 23 дня это все будет исследовано у нас. Отлично. Довольно быстро. 11 тысяч есть. Возможно, такими темпами мы даже с вами довольно быстро деньги-то и накопим. Я надеюсь, что должны накопить. Должны накопить. У нас с вами появилось еще одно необязательное задание, чтобы у нас в офисе работало 3 человека. И нам за это 200 знаний дадут, как бы. Но я пока, наверное, от этого воздержусь, потому что они тоже все требуют зарплаты. Хотя вот люди, смотрите, появляются еще новые, да? Стоимость земляных работ, стоимость исследований. Еще минус 10%, смотрите-ка. И в месяц еще 180 будет нам за это, да? Просить у нас. Но мы же можем их оттуда увольнять потом, правильно? Давайте наймем тогда. Блин, 2 тысячи еще заплатим с половиной. Допустим, нанимаем тебя еще одного человечка. Мы можем тебя уволить? А, вот тут есть колесико. Да, уволить можем, отлично. Отлично, хорошо. Исследование завершено. Давайте сразу максимальную скорость еще увеличим у наших поездов. Пускай они быстрее все это дело возят, да? Потому что, я думаю, исследование все-таки это важная часть данного процесса игрового. Не стоит им предберегать. Поезда будут быстрее кататься, быстрее привозить, соответственно. И все вот это вот у нас с вами будет лучше. И, соответственно, будем быстрее деньги фармить. Что как бы нам с вами на руку, потому что все-таки время не резиновое. И оно требует, так скажем, некоторых вложений. 29 тысяч тем временем у нас с вами накопилось. Уголь здесь, смотрю, прям вообще очень быстро копится довольно-таки. То есть, скорее всего, скоро он рано или поздно забьется, да? У нас еще одно исследование готово. И получается, в этом локомотиве мы можем только срок службы еще увеличить. За тысячу. Ну давайте. Не такое уж оно дорогое. Сразу тоже максимальное количество людей сюда. Ученых. И мы с вами сможем за 4 тысячи узнать о новом локомотиве. Джон Бул, кстати говоря. Хм. Вот это, кстати, хорошо, мне кажется. Здорово. А, еще. Я же говорил, он будет разрастаться. Смотрите, я прям как чувствовал. Еще один локомотив. Жесть. Но мы будем потихонечку к нему идти. Мы будем потихонечку к нему идти. Грузоподъемность 65 тонн, кстати говоря. У этого 50. Потому что с улучшениями, скажем так, да? Максимальный пробег. Блин, неплохо на самом деле. Очень даже неплохо. Ну, к этому мы еще вернемся. Ладно, сейчас смотрим, у нас денег. 30 тысяч есть. Нам нужно 46-36. Короче, купим денежки. Потом начинаем, видимо, как-то зверски застраивать все. Покупаем, точнее, сначала предприятие. И там уже будем дальше смотреть. Да, максимальная скорость действительно теперь возросла. 42 километра сейчас, смотрите-ка. И, в принципе-то, они и таскать. Ну, теперь тащат быстрее все. Добро даже с грузом быстрее ездит. Это хорошо, это радует. Это хорошо, что мы с вами проапгрейдили так эти поезда. И срок службы их увеличили. Тоже неплохо. 43 тысяч у нас у меня сейчас тем временем есть. Давайте докопим. 48 тысяч. Угу. Замечательно. Я хочу сейчас все-таки накопить чуть больше, чтобы у нас какой-то запас, знаете, еще средств был. Потому что мы в месяц не кисло так денег тратим. Ну, и, в принципе, нам главное сейчас вот за эти 140... Мы, в принципе, эти 140 дней можем сейчас провести за фармом, на самом деле. И потом уже только под конец купить. Ну, чтобы просто, главное, успеть. А раньше времени там никакие нам с вами задачи другие не попадались. Например, можно так, мне кажется, сделать. Почему нет? Заодно, может быть, и деньжат подкопим. Они нам тоже пригодятся на дальнейшее строительство и сети, и так далее. Железнодорожный. Я смотрю, в нашем городе появилась потребность в мясе. И мы как раз-таки можем сейчас затеять то самое, что хотели. Провести сюда, точнее, да? И потихонечку начинать возить сюда и кожу, и мясо. Отсюда. Вот. Это, мне кажется, будет здравая мысль. 75 тысяч мы накопили, 60 дней остается. Ну, все, я думаю, покупаем теперь уже, давайте. Чтобы наверняка. 46 тысяч тратим. Купили. Отлично сделали. Кстати, я нанял еще одного сотрудника в офис тоже. Чтобы он нам наработал. Он там нам увеличивает мощность всех локомотивов на плюс 8. Тоже неплохой такой человек. Ну, и все-таки 200 дополнительных очков. Так, неплохо. Итак, и у нас, с вами видите, появляется сейчас новый квест на доставку уже одежды. Тысячи дней. Блин, что-то, мне кажется, маловато тысячи дней. 26 тысяч у нас в запасе пока еще имеется. Сюда я, наверное, больше не буду возить тогда зерно, в принципе. А вот мясо за 7200 и... Да, вот это надо сейчас будет переделывать. Тогда мы с вами сейчас как раз потратим эти деньги, которые у нас имеются, на расширение нашей железнодороги. Итак, идем сюда. Так, разрешите, пожалуйста, здесь вот к вам немножечко присоединиться, скажем так, да? Так, идем сюда. И вот здесь соединяем. Сколько это нам будет стоить? 16 тысяч. А, ну нормально, слушайте, 16 тысяч можем себе позволить. Строим. И теперь наш Т1 локомотив, он будет немножко по-другому кататься. Он будет сейчас... Ты сейчас, получается, сюда поражняком идешь. Значит, мы сейчас его сразу перенастроим. Ты здесь больше не загружаешься. Не загружаешься вот так. Ты загружаешь... Сколько, наверное, две штуки, да? Две сможешь загрузить. Беря сюда две, едешь сюда. Здесь две в производство. И получается, как раз два мяса будет, да? И две шкуры. А ты сможешь только увозить, интересно, или нет? Сейчас проверим. Значит, загружаешься там. Едешь сюда, выгружаешь здесь раз, два. Загружаешь здесь, допустим... Блин, не хватит, да? Очень жаль, что он не может загружать сразу по два. Очень жаль. Тогда сделаем немножко по-другому. Одну забираешь здесь. Одну выгружаешь. Одно мясо. Одну шкуру забираешь. Вот так. И везешь-то все в этот город. Во! Вот так будет правильно, я думаю. Значит, получается мясо здесь, и... И здесь же ты ремонтируешься. Вот такой маршрут мы проложим. То есть, получается, у него будет теперь больше остановок. Он заезжает сначала сюда, потом едет сюда, и потом в обратном порядке уезжает в этот город. И заодно уже будем подготавливать потихонечку почву для производства как раз-таки здесь одежды. Ну и денег, я думаю, это тоже, в принципе, нам с вами принесет нормально. Так, поехали. Как у нас там дела? Значит, запускаем тебя, все, ты едешь. Как у нас там дела с углем обстоят? Сейчас проверим. Уголь пока еще возится, но здесь он реально заполняется. Скоро уже, наверное, можно будет как-то отменить этот... Эту, собственно, ввоз угля сюда, я думаю, да, в любом случае. Так, что у нас здесь? Здесь он пшеницу взял, очень быстро катится сюда. Хорошая скорость. Производство пошло, и он ждет, да, пока произведется. Соответственно, будет загружать это дело сейчас. Давайте посмотрим. А, да, загрузил. Заплатил, конечно, за это, потому что у нас с вами здесь ничего не куплено. Но мы с вами можем купить. Но я думаю, что мы сейчас не будем деньги на это тратить. Потому что у нас задача как бы висит сейчас другая немножечко. И сейчас нам с вами нужно копить деньги на то, чтобы расширяться таким образом. Чтобы можно было здесь производить ткань. Ткань возить сюда еще дополнительно. И хлопок. Где у нас хлопок есть? Хлопок у нас есть... Так. Ну вот, получается, скорее всего, это ближайшее. Да, что-то еще хлопок соединить нужно будет. Короче, уйма всего на самом деле. Целая куча всего нужна нам с вами. Поэтому нам нужны деньги в первую очередь. Нам нужны деньги в первую очередь. Так, ты один приехал и привез сюда денежек. Неплохо, 25 тысяч у нас с вами есть. Я боюсь, что дорога нам здесь обойдется просто каких-то зверских денег в эту сторону. Так, ну я думаю, отсюда сразу поведем. Давай как-нибудь, как-нибудь вот так. Поехали. Сюда. В этот городочек. Так, давай как-нибудь здесь соединим. Сколько это будет стоить? 38 тысяч это будет стоить. У нас есть только 30. Ну пока сейчас подождем немножко, давайте, да? Пока подфармим. Наберем необходимое количество денег. И тогда уже будем строить эту дорогу. И чтобы порожняком наш поезд не ходил. То есть... А, ну в любом случае... Короче, мы с вами сейчас сделаем здесь дорогу. И сначала он будет таскать здесь людей. Мы с вами сделаем пассажирский состав. Он будет возить людей туда-сюда. Хотя бы, да? Потому что здесь пока только люди требуются. И людям можем, собственно, позволить возить себе людей. А сюда только людей. Вот. Будем возить туда-сюда людей. Это еще дополнительные средства все-таки. Экспресс-линия. Мэр города Нэшнл для развития местного туристического бизнеса предложил грант любой железнодорожной компании, которая сможет обеспечить достаточно большой пассажиропоток. Такое объявление я сегодня посчитал в газете Corporation Times. И знаешь что? Это отличная возможность для нас заработать больше денег. И лично для тебя заработать... Набраться опыта пассажироперевозок. Более того, мы единственная железнодорожная компания в этом регионе. Впрочем, заниматься этим совсем не обязательно. Принимай решение на свое усмотрение. Я думаю, мы, наверное, примем. Почему нет? Раз уж мы с вами собрались здесь строить, тем более. Так, ну, сейчас опять же беда с деньгами. Пам-пам. Так. 38 тысяч есть. У нас с вами... Ну, это ровненько-ровненько-ровненько только хватает сейчас вот кое-как. Чтобы погасить, так скажем, все потребности, да? Давай сейчас приедь, пожалуйста, с деньгами еще сюда давай. Ать-ать. Все, я строю эту линию тогда. Давайте построим. Стройка завершена. Линия готова. Наш городок здесь тоже... Ну, он перестроился, естественно, под нас, как обычно. Вот. И здесь стоит наша же фабрика. Вот она прямо здесь. Но дней не хватает немножко хлопка пока. Сколько у нас дней остается? 987... 980 дней. Экспресс-линия. Получается, это у нас линия, чтобы перевозить пассажиров. 50 штук нужно. Ну, людей. Перевезти, конечно же. 50 людей. Мы с вами даже ушли сейчас в небольшой минус. Поэтому я сейчас пока подожду, пока еще раз привезут... А, уже все в плюсе. Уже в плюсе, да? Хорошо. В плюсе это замечательно. Ну и все. Сейчас уголь у нас с вами здесь зачахнет. Уголь у нас с вами здесь зачахнет. И будет поезд просто тупо ждать, пока, собственно, не будет истрачен... Вот этот самый уголь. Ладно, с вами сейчас надежда вся на мясо и на... Кожу, которая здесь катается тоже потихонечку. Не хочу просто в какой-то огромный овердрафт уходить. А мы уже... У него ушли. И вот этот процент, видите, капает. Ух, эти жесткие проценты. Так, сколько денег привез нам с вами? 11 тысяч. Давай ты еще тоже привози немножко, да? Ты тоже немножко привози нам денег. Я хочу нанять... Так, у нас город расширился, я смотрю, опять. И теперь здесь можно и письма таскать. Отлично. Все, мы сейчас берем тогда, покупаем локомотив еще очередной. Давайте. И пока что ты у нас будешь возить именно людей здесь. То есть ты что делаешь? Ты сейчас, значит, забираешь здесь... Рыбочак. Сколько люди стоят, кстати говоря? 300 за 100 километров. А письма 500. Ну, понятное дело, что письма лучше. Но у нас с вами сейчас заказ есть. Возможно, мы даже успеем перевезти. Ну, это не точно, но мы постараемся. Так, что нужно? Сколько ты сможешь загружать в себя людей? Так. Трех человек, да? Ну, три вагона с людьми, понятное дело. И скорость будет... Нормально. Нормально, неплохая скорость. Так. ПКД здесь, значит. Ремонтируешься и, в принципе, возишь их сюда. Возишь их сюда. Выгружаешь здесь. А здесь ты будешь загрузать письма. Обратно будешь письма возить. Блин, 18 километров в час что-то как-то мало. А если так? Если так, то 23 километра в час уже поживее. Уже как-то поживее. Да, я думаю. Я думаю, что да, нормально. Можно, конечно, так же. Здесь, в принципе, писем поменьше сделать. И людей побольше. Чтобы счет скорости побольше было. 27. Ну, так, хотя бы оставим. Да, давай. Здесь будешь выгружаться, тогда получается. Одно письмецо будешь. И два человечка. Во, все, отлично. Применить. Поехал. Давай, дружище, загружайся. Загружайся, загружайся. Выезжай. Все, это, получается, третий наш поезд. Он уезжает с людьми отсюда. Не знаю, посмотрим, как он справится. Успеем, не успеем или нет. Но нам, с вами, сейчас даже не то, что задание-то важно. Нам важно сейчас просто дополнительную прибыль поиметь. Потому что иначе мы сейчас с вами в жесткий минус уйдем. И это не есть хорошо. Деньки-то капают, знаете. И деньги, и деньги. Все капает. Так, ну ты привез сюда уголь. Но уголь сейчас здесь не требуется в таком количестве, к сожалению. Видите? Я думаю, что уголь нужно отсюда снимать. Снимать уголь и делать что-то другое. Возможно, вот бревна, кстати говоря. Возможно, стоит бревна сюда возить тогда. Как мы можем это сделать? Но для начала нам с вами нужны деньги, в любом случае. Так, я смотрю, видимо, привез туда людей, да? Потому что деньги капнули нам с вами, да? Неплохо, кстати говоря. Очень даже неплохо. Хорошо. Сейчас тут еще привезут мясо с кожей. И сюда нужно налаживать также производство ткани, в любом случае. Потому что без этого, ну никак. Без этого никак. Сейчас у нас вся кожа, блин, здесь заполнится. И что тогда? Тогда будет плохо. Тогда будет очень плохо. 23 тысячи есть. Давайте посмотрим, что мы можем сделать еще с бревнами, наверное, вместо угля тогда. Да, потому что уголь-то нафиг не нужен. Он, ну точнее, нужен, но он еле-еле расходуется. Еле-еле расходуется. А вот с деревом можно было что-нибудь приделать. Например, отсюда мы тоже сделаем сейчас. Например, вместо угля будем дерево сейчас таскать. Так, секунду, аккуратненько. 52 тысячи. Блин, дороговато что-то пока для нас. Ладно, пока отменим тогда. 52 тысячи. Ты пока, знаешь что, дружище, ты пока, наверное, ничего не делай. Ты пока вот... Едь выгрузи. В ног свели, ладно? Давай, едь выгрузи. А здесь ты пока больше не загружаешь ничего. Все, вот там просто стои, все. Выгрузишь и пока отдыхай. А потом мы тебе какой-нибудь новый маршрут придумаем, я думаю. Я думаю, мы тебе найдем новый маршрут. Все, сейчас он починится там заодно, да, наверное? Ну и я надеюсь, все-таки уголь здесь будет расходоваться. Потихонечку, полигонечку. Да, уголь расходуется, отлично. Все. 38 тысяч у нас с вами есть. Это, конечно, пока еще... А, ну давайте тогда сейчас посмотрим заодно, сколько здесь денег с нас сдерут за то, чтобы построить вот эту вот вещь. Нам тоже нужную, как бы, да? Так, а можно где-нибудь у вас здесь? Пожалуйста. Вот, отлично, зачекинил, так сказать. И ведем сюда дорогу теперь. Сколько это будет стоить? 40 тысяч. Блин, ну как же дорого, а? Как же дорого. Ладно, сейчас посмотрим, что по деньгам будет у нас. Надеюсь, 40 тысяч должно у нас появиться в скором времени. И мы построим дорогу, и тогда, скорее всего, вообще тебя отправим с угля на вот эту линию. Будешь таскать нам хлопок вот сюда на производство. И с этого производства уже вот этот, наверное, поезд, который возит, как бы, людей, он будет здесь забирать не людей, а будет забирать ткань и везти ее сюда. И здесь потихонечку начнется производство одежды, и потом мы с вами наймем еще поезд и будем одежду возить. Но, правда, нам еще нужно проложить маршрут, блин, куда-то там. Жесть. Сколько у нас? 61 тысяча. Все, строим. Хорошо, строим маршрут. Есть такое дело. Такс, и теперь, Т2, товарищ, ты разгрузился? Разгрузился вроде как, да? Теперь ты сейчас у нас прокачишься сюда. Как бы тебя так прогнать по-хорошему? О, я знаю, как мы тебя прогоним. Я знаю, как мы тебя прогоним. Хотя нет. Давай просто иди сюда, и все. Загружаешь хлопок, сколько можешь возить? Так, два. Три. Четыре. Блин, скорость 12 км в час будет такая, если, конечно, скорость. Давай по два будешь таскать туда-сюда, будешь быстренько бегать. Хотя, с другой стороны, сразу четыре привезда, и все, да. И здесь начало производить. Не, ладно, давай по два будешь возить. Значит, сюда. Вот. Нам нужно здесь улучшить. Тут еще Нэшфиль. Нам нужно это улучшить 100%. Потому что... Так, делаем так, и делаем вот так. Потому что здесь тоже поезда будут, собственно, кататься. Значит, Т2. Теперь ты катишься вот сюда у нас. Раз, два. Загружаешься здесь. Хорошую скорость набираешь. Вгружаешься здесь. Получается, да? Ну, пока будешь обратно по ручнякам ходить, потому что там ничего не требуется. Угу. Загружаешься. Значит, все. Поехал туда. А, мы вообще с вами могли бы, знаете, как сделать? Мы могли бы с вами один поезд задействовать на маршруте вообще. То есть, он бы ехал с людьми сюда. Выгружал бы людей. Дальше он бы ехал за хлопком. Загружал хлопок. Выгружал его здесь. Здесь ждал ткань. С тканью бы ехал сюда. Загружал людей. Блин, вот так можно было бы сделать. Ну, ладно. Мы же с вами давайте наймем еще один поезд. Тогда, в принципе, здесь, я думаю. Здесь ты будешь ремонтироваться, пока ты все поехал. Давай, жди там путь, когда будешь свободен. Уезжаешь туда тогда? 40 тысяч у нас с вами есть. Сколько нам нужно? Куда нам нужно вообще тянуть? И что нам с вами нужно делать? Давайте смотреть. По миссии. Сколько дней остается? 750 дней. Блин. В Атланту. Ё-моё. В Атланту это, конечно, хорошо. Но это жесть. Но это жесть. Так. 57 тысяч. Я даже боюсь представить, сколько нам с вами там денег попросят с нас. Но я думаю, будем делать через вот это вот добро, да? Поведемся, да? Ни много ни мало. 102 тысячи на постройку только пути одного. А еще неплохо было бы купить нам с вами производство. Потому что без этого, как бы, мы будем за одну штуку отдавать 20 тысяч. Это, короче, жесть какая-то. Ну, не знаю. Опять вот это вот время. Собственно, 700 дней осталось. Нам нужно как-то успевать. Нам нужно как-то еще дело успевать. Так. Все, здесь он хопок. Везет? Везет. Отлично. Тогда ты, дружище, ну, ты сейчас, получается, последний раз давай загружай людей с письмами, да? Уезжай. Все. И теперь здесь хлопок приезжает. Хлопок на месте. Начинается производство. Две ткани, да? Будет готово. Ты, короче говоря, тогда сейчас сделаешь как? Отводишь последних людей сюда. Потом. Дальнейший твой путь будет немножко изменен. Ты будешь возить сейчас ткань сюда еще. Вот. Значит, в Нокс или ты у нас загружаешься. Загрузка людьми. Сколько мы перевезли людей, кстати? 12. Блин, мало. Мы, наверное, не успеем людей перевозить. Ну, ладно. Посмотрим. Пока вози людей, там дальше все видно будет. Значит, загружаешься людьми здесь. Давай, Мнокс или, да? Разгружаешь. Все, разгрузил. Молодец. Поехала обратно. Только пока не спеши. Сейчас мы будем думать, как лучше сделать. Ты пока чинишься. Окей. Это было твой последнее путешествие с людьми и с письмами здесь. Теперь ты будешь здесь загружать не письма людей, а здесь ты будешь загружать ткань. Раз. Блин, три ткани можешь загрузить. Слушайте, скорость будет нормальная более-менее, да? Нет. Две. Побыстрее. Будет две ткани. Все. Все, а здесь ты выгружаешь тоже ткань. Выгружаешь тоже ткань на швейную фабрику. Вот так вот. Теперь у тебя будет путь такой. Применяем. Все, поехал. Поехал, давай, дружище, загружайся. И ткань вози. Получается, у нас с вами здесь будет и ткань, и кожа, и потихонечку начнется производство одежды. Тут 40 склад помещает, поэтому, в принципе, нормально, что она сейчас будет производиться. Будет неплохо. И мы тогда, возможно, даже сможем денег накопить, кстати говоря, сейчас уже. Две тысячи у нас с вами есть. Но для начала нам все равно, получается, путь провести, потому что... Сколько эта фабрика стоит? 69 тысяч, да? Угу. Ну, наверное, надо купить все тогда, в любом случае. У нас без вариантов. Нам нужно покупать. Нам нужно покупать. И, возможно, куда-нибудь пока одежду будем поставлять тогда. Я не знаю. Куда, где нам нужна одежда еще? Одежда где-нибудь... Вот здесь одежда нужна, правильно? Здесь одежда нужна. Слушайте, тогда мы вообще будем... Да, да-да-да, мы покупаем эту фабрику сейчас. 69 тысяч, давайте. Я покупаю эту фабрику. Все. 60 минус 69 тысяч. Зато теперь наша фабрика будет производить одежду нам. Новая потребность доски. В городе Ноксвилл? Где? Эм... А, да, доски, правда, слушайте. Бревна, доски, вот это вот все. Но здесь только бревна нужны. Ладно, я надеюсь, сейчас денег нам с вами хватит. Поехали. 650 дней нужно это учитывать. Нам нужно накопить еще денег на строительство маршрута. Жесть. Все, ладно, ты уезжаешь. Ты уезжаешь у нас с вами сейчас с людьми. Отсюда забираешь две ткани, получается, да? Ткани везешь туда. И на обратном пути тогда получается... Но мы это зафейлим. Это задание, хрен бы с ним, тогда ладно. Все равно не успеем привезти. Ткань будет явно подороже. Сколько одежды? 28 тысяч будет стоить за одну одежду. В общем-то, не дурно. В общем-то, очень даже не дурно. Так, привезли еще хлопка. Производство пошло. Здесь забираем. Так, 23 тысячи у нас с вами сейчас есть. Забираем ткань, я так понимаю, да? Ты ткань забрал? Забрал. Едет с тканью. Теперь он... Так, ткань он везет. Будет выгружать ее сейчас здесь. И у нас сразу начнется производство одежды. Вот, теперь ты, значит, не людей возишь. Не людей возишь. Давай вот так сделаем тебя просто помедленней. Так, где-то у нас есть. Ты вот везешь сейчас ткань, получается. Разгружаешь ее. И больше ты людей там не возишь. Не загружаешь ты людей, загружаешь ты одежду. Так, сколько можешь возить? Две можешь? Две можешь возить одежду. Отлично. Здесь ты также не людей получается, а выгружаешь одежду. По 28 тысяч. Вот это я понимаю. Все, применяем. Ну, я надеюсь, сейчас у нас с вами деньги на фармятся. За счет одежды той самой. Хотя бы. И мы с вами успеем построить. 600 дней остается. Блин, нам нужно и перевезти, и построить. Еще только не сделать надо. Производство пошло. Кстати говоря, он ткань выгрузил. Хорошо. Сейчас ждем, когда она произведется, загрузится. Он заодно отремонтируется за это время, я надеюсь. Так. Ну, производство, конечно, так себе идет. Две получается, да? У нас нужно две. Ага. Все, вот он загрузил две одежки. И получается, сейчас заходку мы там получим больше 50 тысяч. То есть, пару таких ходок. И в принципе, у нас деньги с вами есть на постройку пути. И потом мы уже с вами сможем одежду возить именно по заданию. То есть, дополнительный поезд как-нибудь купим или что-нибудь типа того. Да, я думаю, так и сделаем. Я думаю, все так с вами и сделаем. Так, ты закупился здесь. Все правильно сделал. И здесь сейчас будешь увозить, опять же, мясо и кожу. Мясо здесь нужно по-прежнему. Да, кожа здесь по-прежнему, естественно, нужна, само собой. Как же без нее? 67 тысяч у нас с вами есть. Неплохо. Неплохо мы с вами привезли. Ну, как бы скажем, пока-пока заданию этому, к сожалению. Но ладно. Оно у нас не основное, как бы особо не колышет. Нам главное, чтобы здесь все было в порядке. Уголь здесь потихонечку израсходуется, конечно. Но мы, в принципе, сейчас можем нанять еще один состав, который будет пока ходить за углем. А дальше уже пойдет, как раз-таки, вместо угля пойдет возить шмотки еще тоже дополнительно. Но, опять же, я не уверен, что этого будет всего хватать нам с вами. Поэтому пока сейчас поприменим. Все, привезли сюда. Привезли сюда сейчас ткани еще немножко, да? И шмотки опять производятся. Ну, давайте еще пару ходок. Надеюсь, время хватит. Странно, сейчас мне показывают 84 тысячи. Ну, ладно, я согласен. Давайте строить за 84 тысячи тогда. Все, мы с вами соединили два города. И сюда сейчас по заданию мы с вами должны возить шмотки. Я больше чем уверен, что по этому заданию мы с вами шмотки будем, конечно, возить. Но, скажем так, нам за них деньги не будут давать. Вот в чем проблема. Поэтому я хочу немножко по-другому сейчас здесь сделать. Тут мы уменьшим. Значит, получается, в Ноксвилле, да? В Ноксвилле ты будешь загружать одну единичку. А выгружать... Ну, сколько будешь выгружать, столько и будешь выгружать. Потом поменяем. Вот, сейчас еще один пояс нужно нанять нам с вами. Опять же, правда, не хочу уходить в минус. Да, минус задания. 400 дней нам с вами остается, чтобы хотя бы по одной шмотке мы таскали туда. Ну, и с одной шмотки мы деньги тоже получали бы. Тоже было бы нормально. Так, давай, сейчас здесь привези. Ага, привез, молодец. Загружаешь в себя сейчас мясо и вот это вот добро. 61 тысячи. Вот, это хорошо. Вот это я понимаю. Все, спокойно сейчас можем все нанять. Так, давай-ка. Давай-ка ты, дружище. А, я же опять не применил нифига, да? Значит, ты у нас получается сейчас скачешься обратно в обратную сторону. Правильно, правильно. Мы пока тебе убираем вот так вот, применяем. Все. И здесь нанимаем еще один локомотив. Локомотив. Покупаем. И теперь Т4 у нас получается возит что? Он у нас забирает отсюда шмотку. По одной, да, пока будешь забирать? Наверное, да. И возит шмотку сюда. У нас остается с вами 400 с лишним дней. Не знаю, хватит, не хватит. Так, ну, если что, нужно будет увеличить темп как-то, в принципе, я думаю. И здесь, конечно, ты у нас будешь ремонтироваться по КД. Все, поехали. Давай, жди пока шмотки. Когда сейчас привезут сюда ткань. Одна шмотка, получается, у нас будет чисто идти нам на денежки пока что. А вторая пойдет на продажу. И остается у нас с вами при этом 436 дней. Ох, не знаю, успеем, не успеем. Возможно, надо будет, я говорю, все-таки как-то это дело немножечко оптимизировать. Я думаю, возможно, наш с вами вот этот путь с мясом и кожей. 8-400-7. Может быть, он? Хватит его, хватит. Мы сейчас пока больше покупать с вами ничего не будем, в принципе. Единственное, что мы еще можем прикупить, это доски. Бревна, точнее. Бревна, которые будут... А, тут доски нужны уже, а не бревна. А где у нас производится бревна? Точнее, доски производятся где? Бревна нужны здесь. Бревна нужны здесь. Если мы закупаем по 1000 их здесь, продаем сюда по 3300, можно еще больше путь ему просто сделать, чтобы он денег больше нам приносил на этот маршрут. Но в целом, в целом, мы с вами сейчас одежду сюда увозим. И он довольно быстро катается, на самом деле. Вот он привез одежду сюда, заправился и уезжает. И у нас, в принципе, деньги копятся. Поэтому, возможно, возможно, есть смысл тогда тебе сделать так. Значит, ты загружаешь здесь еще одну шмотку. Выгружаешь там еще тоже одну шмотку. Так, выгружаешь еще одну шмотку здесь по заданию. Применяем. А ты, дружище, тогда... Стоп. Аборт мишн. Ты тогда все-таки возишь здесь ткань, правильно все. Ты сейчас ткань везешь. Ты ее выгрузишь. Все верно. Но здесь ты загружаешь уже, допустим, людей. Или письма, например. Давайте письма загружать. Ну, кстати, загружаешь письма. Так. Раз, два. Письма, получается. Да какая максимальная, нормально все. Вот, хотя бы так сделаем. То есть, письма он будет возить исправно довольно быстро тоже. Скорость 36. Скорость 36. Все, идеально. Применяем. Поменяли немножко приоритетики. Теперь этот будет забирать все шмотки и возить их туда. 307. Блин, нам нужно успеть за это время. Не знаю, успеем ли. Успеем ли. Было бы больше шмоток, производилось бы у нас. Было бы вообще здорово. Но с деньгами, думаю, проблем сейчас не должно быть. Все-таки письма тоже что-то стоят. Вот, поэтому... Здесь, правда, ремонтируются еще, зараза, ждут этого времени. Что мы можем с вами сделать? Мы можем, конечно, ремонт с вами еще здесь. Улучшить станцию, скажем так, да? Давайте улучшим и ремонт поставим здесь. Ремонтная мастерская. Окей. А еще мы вот эту станцию можем улучшить. Как? Мы можем здесь поставить ускоренную закачку топлива. Правильно ведь? Правильно можем построить, да. Склад запчастей. Стоимость техобслуживания локомотивов на 10% дешевле. Минимальный платеж будет на 100%. О, кстати, слушайте, это неплохо. Неплохое улучшение, на самом деле. Ускоренное. Так, давайте закачку ускоренную поставим. Давайте поставим склад запчастей. Во, вот так сделано. Слушайте, отлично. Хорошо, может быть, тогда и не нужно будет переделывать ничего. Все, поехали. 300 дней остается. Три одежки перевезено. Еще семь нужно. Ну, не знаю, успевай, товарищ. У нас как бы сейчас остается только надежда на то, что он успеет. Все-таки мы с вами можем еще один поезд нанять, который будет возить сюда бревна, как минимум, да? Просто денежки у нас с вами есть. Чтобы мы точно с вами в минус не уходили, мы можем сделать с вами вот так сейчас здесь. Например, сюда развернуть? Тебя? Дружище как-нибудь. В эту сторону раз и вот так вот сделать. Например, почему нет? Это сколько будет стоить? 27 тысяч нам обойдется. 31 тысяч у нас с вами в кармане сейчас. Не знаю, нужно ли нам это, не нужно. Или просто оставим как есть, тогда сейчас довозим ткани. Надеюсь, в минус-то не уйдем. Ладно, сейчас пока понаблюдаем немножко давайте, что там с деньгами будет у нас. Так, мы уже отвезли три и сейчас, по идее, должны повезти еще, да, две порции. 300 дней у нас с вами остается на семь штук. Надеюсь, успеем. Надеюсь, все это дело у нас быстренько пройдет с вами. Так, мы здесь с вами улучшали, нет? Да, улучшали. И здесь, собственно, ремонт поставили. Тогда давай Т-4 у нас с вами будет ремонтироваться здесь. Т-4 будет ремонтироваться у нас с вами здесь, а не здесь, да? Так, вот так. Применим. Применить. И здесь, наверное, тоже как-нибудь ускорим все это дело. Ускорена заправка, давайте. Склад запчастей также здесь поставим. Все, поехали. Поехали. Чтобы все это дело было быстрее у нас. Гораздо быстрее. По идее, денег хватает. Смотрю, вот сейчас денег хватает. Вот жалко, что мы с вами за квест не получаем нифига вообще ничего. Ни копейки не дать. Могли бы давать за вот эти вот... Потому что мы хотя бы, не знаю, пол стоимости. Не знаю, какой-нибудь. А то мы, получается, порожняком сюда возим одежду. Просто по запросу. Ну ладно. Собственно, это главный квест, поэтому окей. С деньгами, по идее, все нормально. Сейчас он опять везет сюда. Получается, как раз ткань. Привозит. Сейчас в производство пойдет. Так, мы с вами... А, так мы с вами из-за ткани ничего не получаем. Лол, смотрите. Мы привезли просто в производство свое же. Из своего же производства в свое. Поэтому мы, как бы, деньги-то получаем только все-таки в итоге с еды. То есть с мяса. Даже за кожу не получаем. Потому что это наше предприятие. Жесть. Да. Такое себе, конечно. А, ну и за письма получаем. Письма вот он возит. Отвозит потихонечку, да. За это, в принципе, тоже какие-то денежки мы с вами получаем. Ну, ладно. Итак, пять шмоток и 240 дней. Посмотрим, успеем ли. Ну, что ж, у нас с вами остается 150, ну, даже больше дней получается. И, кстати говоря, тут-то тоже можно, чтобы он поражняком не ходил, обратно письма пускай отвозит. Немножко, чтобы скорость слишком не падала у него. Пускай его стрелы лучше отвозятся. Вот, взял один, собственно, ящик писем и повез его. Тоже какая-то денежка нам придет. И нам последняя ходочка остается буквально одну одежду отвезти. Собственно, и задание будет выполнено. Я надеюсь, что мы успеем. Но 150 дней должно хватить. Тут, тем более, как раз-таки прибудет поезд, да, с нужными материалами. И производство начнется. Как раз пока тот приедет, здесь потихонечку все произведется. И мы с вами все это добро отвезем, конечно же. Ну, даже, видите, быстрее подъехал немножко, чем произвелось. Ну, ничего, подождем, подождем. Заправка довольно быстро происходит. Ремонт тоже быстрее делается гораздо. Так что все супер. Все супер, вы уже поехали дальше. 25 тысяч у нас с вами есть. И последняя партия одежды отводится прямо сейчас на наших глазах. И надеюсь, что... Ну, по идее, это должно быть последнее миссия. 130 дней он с вами остается еще. Я думаю, что мы с вами справились. Ну, это, конечно, надо притормаживать на станции, понятное дело. И через туннель, через эти все горы, через хребты. И как раз-таки устремляются в Атланту на тот самый запрос об одежде, который мы с вами выполняли, естественно. Ну, что? Будем смотреть, что будет дальше. Итак, последняя одежда на месте. Да, это успех. Что ж, мы с вами выполнили все задачки и получили тоже некоторое количество очков опыта. Ну, и, судя по всему, дальше мы тоже будем выбирать, что там уже улучшать. Что ж, на этом мы с вами завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать и нажимать на колокольчики. Увидимся в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.